Раиса Степановна и Евгений Михайлович живут душа в душу. Познакомились они два года назад в Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Я раньше немножко приехала сюда. Смотрю, Евгений Михайлович идет, ищет, как ему идти. Говорю, вы не видите, вам куда надо? В библиотеку. Ну, пойдемте, я вас провожу. Вот так мы и познакомились, подружились. А потом он предложил мне расписаться. Найти спутника жизни в таком почтенном возрасте – большая удача. Эти люди прошли долгий путь. Временами счастливые, временами не очень. А теперь оказались в доме-интернате. У многих проживающих здесь нет никаких родственников. Немало и тех, кто попал сюда по печальному стечению обстоятельств. Например, не нашел общий язык с детьми или их супругами. Есть и те, кто остался совсем без жилья. В такую ситуацию попала и Светлана Чувашова. Счастье попасть сюда, потому что очень хорошее помещение, хороший коллектив. Территория вообще замечательная. Так что я считаю, что мы вот сюда попали – это хорошо. Это хорошо. Если еще, тем более учесть, сколько в городе бездомных, посмотришь, бедным деваться некуда. Мы здесь живем обутые, одетые, под крышей. Кому-то хочет за комнату больше, кому-то кашу повкуснее. Так или иначе приспосабливаются все. Тем более в интернате есть чем заняться. Я уже привыкла здесь. У меня здесь друзья, приятели. А там одиночество будет. Они ушли целый день. Я одна. Я уже не хочу никуда возвращаться. Уже так я и помру здесь. Постоятельцы ходят в церковь, читают книги, поют в хоре, участвуют в спортивных соревнованиях, ездят в музей и даже в зоопарк. В честь Дня пожилых людей в интернат с концертом приехали воспитанники специализированной школы-интернаты и участники танцевального коллектива «Витаминки». В интернат попадает по путевке Департамента труда и социального развития Приморского края. Ее дают людям, которые нуждаются в помощи. В учреждении стараются обеспечить им достойное проживание, медицинский уход. Но им не хватает главного – внимания. Очень хочется попроситься всех людей, которые имеют отношение к Дому интерната, баловать вниманием своих родственников. Потому что сегодня уже человеку, который напоен, накормлен, спит в хорошей постели, за здоровьем которого присматривает. Что хочется? Конечно, общения. И поэтому хочется поблагодарить всех тех людей, которые отдают свое душевное тепло. Очень много концертов по две декады Дня инвалидов и в саму декаду идет. И очень хочется попросить всех людей заинтересованных. Дарите тепло людям. И это вас дастся. Катерина Матвеева, Андрей Макаров. Новости на восьмом.